Девятнадцатого марта территориальная избирательная комиссия на своем заседании подвела итоги проведения выборов президента Российской Федерации на территории города Десногорска. В целом, кампания избирательная по выборам президента у нас в городе прошла организованно, без каких-либо существенных нарушений избирательного законодательства. Каких-либо жалоб, которые могли бы поставить под сомнение волеизлияния наших горожан или поставить под сомнение или отменить вообще результаты выборов на каком-либо избирательном участке, к нам не поступало. Выборы прошли при активном участии наших избирателей. Приняло участие в выборах у нас в городе абсолютно большинство наших граждан. Но если говорить чисто по цифрам, то в этих выборах у нас приняло 70,17% избирателей, что в абсолютных цифрах составляет 16 986 человек, то есть почти 17 тысяч. Для Десногорска это, ну я назову, наверное, это рекордной цифрой, потому что за все время проведения выборов того или иного уровня у нас такой большой явки никогда не было. Также отметим, что в соответствии с изменениями федерального законодательства более тысячи десногорцев воспользовались правом голосования по месту пребывания, то есть в другом городе или в другом месте, где они находились в день выборов. В целом голоса у нас по Десногорску среди кандидатов в президенты распределились следующим образом. Путин Владимир Владимирович, за него проголосовало 12 381 человек, что составляет 73% от количества избирателей, принявших участие в выборах. Грудинин Павел Николаевич, 2294 человека или 13,53% избирателей. Жириновский Владимир Вольфович, 1294 человека или 7,63%. Собчак Ксения Анатольевна, 275 человек или 1,62% избирателей. Остальные кандидаты президента Российской Федерации набрали на территории города Десногорска менее 1% от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании. Территориальная избирательная комиссия утвердила итоговый протокол, направила его в избирательную комиссию Смоленской области. Но на этом, конечно, работа не заканчивается, потому что, естественно, нужно оценить все, что происходило в ходе выборов, в ходе всего избирательного процесса, чтобы учесть те или иные недочеты, которые были, все это принять во внимание и чтобы это не допустить в ходе предстоящей выборной кампании, которая у нас будет в сентябре месяце. Также напомню, что для того, чтобы обеспечить легитимность и прозрачность выборов, все избирательные участки нашего города, а также территориальная избирательная комиссия была оснащена камерами видеонаблюдения, и каждый избиратель мог наблюдать за ходом выборов в режиме онлайн в системе интернет. Также избирательные комиссии применяли в этом году впервые технологии изготовления итоговых протоколов выборов с машиночитаемым кодом, и для того, чтобы все эти протоколы ускоренно вводить в систему газ-выборы. В ходе проведения выборной кампании за ходом голосования наблюдало более 60 наблюдателей. Это тоже обеспечивало гласность и прозрачность проведения выборов. Мне хочется выразить слова большой благодарности, в первую очередь, всем тем, кто принимал участие в организации проведения выборов. Это члены территориальной избирательной комиссии, члены участковых избирательных комиссий. Поблагодарить наблюдателей, сотрудников органов связи, сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали правопорядок в ходе проведения выборной кампании и самого голосования в день проведения этого голосования. Ну и, конечно, всех наших избирателей, всех горожан, кто проявил активную жизненную позицию, кто принял участие в голосовании, тем самым подтвердив курс на сильное наше государство, на сильного президента, и тем самым, естественно, для развития нашей страны, в том числе и, естественно, атомной отрасли. Ну и отдельное слово благодарности сотрудникам и наших органов местного самоуправления, которые проделывали большую работу для оказания содействия всем избирательным комиссиям в ходе подготовки и проведения выборов.